Театр, территория, единение и объединение. Об этом сегодня мы поговорим с нашей гостьей студии, которая приехала к нам из Армении, как раз на фестиваль во Владимирском театре драмы. У нас в студии Нарине Григорян, заслуженная артистка Армении, художественный руководитель театра Амазгаин. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение, спасибо городу Владимиру, потому что вот я уже второй день тут, но вот то гостеприимство, та доброта, та нежность, которая есть в людях, и вчера у зрителя, и сегодня тоже, то это просто чудесно. Спасибо городу. Вы впервые во Владимире, это ваше первое впечатление, знакомство с городом, а вообще с театральным искусством нашего театра. Успели познакомиться? Ну, мы были на открытии, и был спектакль Островского доходное место, да, и я смотрела на зрителя, на благодарного зрителя, как они реагировали, как они любили артистов, и сразу стало понятно, что и нам будет легко на следующий день. И, правда, мы привезли Хармса, Данила Хармса, который очень необычный, с необычными текстами, он и у нас необычный, но мне просто, на самом деле, потому что я его обожаю, мне очень захотелось его поставить. И вчера я поняла, что зритель был готов к Хармсу. Вот это как раз тот момент, когда приезжаешь в гости в другой театр, и ты начинаешь невольно сравнивать и понимать, и давать оценку своему творчеству, своей работе. Насколько отличается наш зритель от вашего? Ну, во-первых, наш зритель, ну, не все русскоязычные, и поэтому не все ходят на этот спектакль. Во-вторых, я впервые, мы играли в России, то есть в родине этого писателя, поэтому вчера был такой более, то есть мне было и страшно, с одной стороны, особенно сначала, и я не чувствовала контакта. Да еще и вчера играла я, хотя я не играю в спектакли, просто актриса, она только родила, и она не смогла приехать, и мне пришлось играть самой. И поэтому мне было вдвойне труднее, и я очень боялась русского зрителя, потому что ведь они ревностные, ведь больше относятся к своим писателям. Но сначала, сначала потом пошло-пошло, и лед растаял, и потом было чудесно. Как вы считаете, каково восприятие мира самого Даниила Хармса? Ой, спектакль называют, да, не то чудо, не то абсурд. Да, ну, он сам, даже вот в очень многих его рассказах есть вот история про человека, который все время ждет чудо, и не понимает, что он сам может сотворить это чудо. И он очень боялся, что вот он умрет, и не сделав за свою жизнь ни одного чуда. И я еще читала его дневники, он лежал в постели и просто вот ждал чудо. Он вот спал, потом просыпался и думал, вот включал свет и ждал, вот что-то изменилось. У нас это тоже есть спектакли. И вот об этом и весь этот спектакль, что вот там разные судьбы, разные люди, они такие одинокие, они все ждут чуда. Кто-то ждет, чтобы жена вернулась к нему, кто-то в семье плохо, то есть муж и жена, они не понимают друг друга, но еще они ждут чуда, что вот что-то должно произойти, чтобы они помирились. А надо просто поговорить друг с другом. И вот они живут все вместе и понимают, что между ними есть связь и может не поймут до конца своих дней. То есть вообще вот в основном об этом спектакль. И особенно мы вчера впервые играли на такой большой сцене. У нас камерная сцена. И это тоже было страшно, я не знала, спектакль воздействует так, как на малой сцене. Но вчера вот на большой сцене для меня, как для режиссера, было интересно, вот особенно вот такая высота, вот оно больше показывало вот одиночество этих маленьких людишек, которые на сцене. И поэтому я даже не хотела закрыть потолок, чтобы вот эта вселенная большая такая, и люди такие маленькие, такие одинокие, и такие грустные все ходят, а на самом деле все так смешно, и просто они рядом. Ну, не знаю, вот эта абсурдность ситуации, понимаете? То есть вчера это укрупнилось, да? И сыграло? Да, для меня да, но просто я со стороны не увидела, жаль. Да, я, ну, уже в следующий раз с актрисой приеду, чтобы увидеть спектакль на другой сцене. Еще одна работа, которую привез в ваш театр, это «Обыкновенный день» другого режиссера. О чем это произведение? Итальянских драматургов Даррио Фо и его жена Франко Роме. Обыкновенный день о женщине, которая хочет покончить жизнь самоубийством. Но на протяжении спектакля, вот этого момента, ей звонят, и она должна помочь другой женщине, которая в депрессии и хочет покончить жизнь самоубийством. И она вдруг понимает, что жизнь прекрасна, и что надо счастливить друг друга. Вообще по теме они похожи. Вот я сейчас рассказываю и понимаю, что это одно и то же. На самом деле, да, нужен контакт. Люди, если трудно на душе, надо помогать другому. Тогда становится легче и себе, и другому. Поэтому вот. Вот это как раз и тот вопрос, который вытекает из того, что вы выше сказали. То есть две пьесы, похожих по теме, по какой-то идее, мысли основной. А все остальные работы, которые сейчас у вас идут в репертуаре вашего театра, они тоже в этом ключе? Или это просто действительно такое стечение обстоятельств, вот такая выборка? Ну, у нас есть продюсер Марьяна Махитарян, она директор «Армона». Она выбрала эти спектакли для показа во Владимире. Но вообще, может, это и мой посыл, то есть мое мировоззрение. Ну, я вот сейчас стала худруком, я еще три месяца как в театре худрук. И вот наш сос Аркисян, который создал этот театр, он всегда был за доброту, чтобы театр всегда давал катарсис зрителю. И поэтому, наверное, поэтому вот эта тема, она красной линией идет по нашим спектаклям. Ну, еще не только это, и что важна любовь, и что доброта. Но все равно, насколько бы театр не был современным, современные бывают формы, но все равно нельзя терять вот тот самый главный посыл театра. Вот опять, чтобы человек вышел со спектакля немножечко добрее, немножечко светлее. То есть для меня это важнее. Вот этот катарсис, который говорил Аристотель, это для меня важнее даже. Я люблю, обожаю современные формы, но форма, она не должна ломать еще самый главный посыл. Чем отличается ваш театр от других, которые существуют в Ереване? У нас очень-очень сильный актерский состав. Это еще из-за того, что вот Сосаркисян, который создал театр, у него особая школа. Он был великим актером, он и у Тарковского играл в кино. И одним словом, у него очень особенная школа, и немножко наши актеры отличаются от других актеров. Не могу сказать, что тем хуже. Наоборот, вообще у нас сильная актерская школа. А в чем особенность этого авторского такого профиля? Чем они отличаются от других? Что особенно в этой школе? Наверное, самое интересное то, что не можешь объяснить словами. Может, это так. Но то, что и очень много звезд. То есть, можно сказать, что вот очень многие снимаются в кино, даже в иностранных фильмах. И поэтому немножко востребованные у нас актеры. У нас труппа очень сильная. И вот сейчас я худрук, и у меня сейчас в этом году восемь пример. И для каждого что-то, чтобы и тема была, и чтобы он так просто высветился. А вы стараетесь раскрыть каждого актера? Да, да, да. Потому что мы три года почти ничего не делали, и поэтому у нас в театре была такая революция. Мы такие революционеры немножко. А как вы считаете, это вообще в принципе в крови у армянской нации, да? Я думаю, что... Или это просто у вас сложилась такая труппа активистов? Нет, просто у нас был на самом деле очень трудный период. И на самом деле мы тоже даже думали, что уже театр не имеет смысла. Наш. Он как-то... Потому что художественный руководитель, он был человеком кино и совсем не представлял, что можно одновременно делать разные репетиции. Ну, не знаю, я не хочу, сейчас он очень хороший режиссер, кинорежиссер. Но дело в том, что театр — это совсем другой организм. И просто нам пришлось просто театр... Реформировать. Да. Театр — другой организм. У вас есть киноопыты. Да, вот недавно вы получили приз за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок». То есть вы знаете эти два пространства, глубоко и то, и другое. Вот в чем различие кино и театра, на ваш взгляд? Ну, это, да, большое различие. Но так как я уже 15 лет в театре и знаю очень много загадок, нюансов в театре, кино для меня новый мир. И поэтому я сейчас больше люблю кино, потому что мне все время хочется что-то новое раскрыть себе. Но вот в кино мне, знаете, что нравится? Что вот надо и рассчитать, точно прийти, встать перед камерой, чтобы там, ну, правильно встать и плакать, например, да? Чтобы и душа работала, и вот эта четкость математическая. Мне вот этот контрастный союз мне очень нравится. И еще, может, ты же в кино сыграешь финал сначала, да, а потом середина, а потом начало. И все это надо, надо сначала все это понять, все это, потому что работа не идет, как в театре, там, три месяца, девять месяцев. Вот, ну, дали роль. А есть кинорежиссеры, которые даже и не ведут эту работу первоначальную с актером. И надо вот самой все это сделать. Не знаю, мне это все очень нравится. Ваш самый интересный опыт на киноплощадке какой? Ну, каждый, знаете, вот, каждая работа, она учит чему-то новому. И я каждый раз понимаю, что как хорошо, что Бог дал вот эту ситуацию мне, чтобы я вот поняла что-то, что-то раскрыла в себе. Вот думаю, вот я уже очень многое знаю в профессии, а вдруг открывается что-то новое. И каждый раз такое впечатление, что вот опять что-то новое, и опять я ничего не знаю, и не знаю, но каждый опыт, он что-то новое раскрывает. И даже в театре, и это даже в театре. Первый раз, когда я читаю, я думаю, ой, какая я просто, фу, я ничего не понимаю, как это читать, что мне делать. Но мне это нравится, потому что это помогает искать что-то новое. А когда как мастер подходишь к тексту уже, то есть там нету, не создаешь что-то, но нету творческого процесса, то есть сразу уже все понятно, это такой образ, я его сделаю за пять дней, все уже, я поняла. Я надеюсь, что я до конца вот своей жизни, или там пока буду в профессии, всегда буду к материалу как белый лист подходить, да, всегда. Ну это важно, и это я учу своим студентам этому. То есть вы еще и преподаете? Да, я преподаю в театральном институте. Вот тоже уже момент передачи опыта, хотя для преподавателя вы достаточно молодая. Ну я не так молода. Тогда это комплимент. Но на самом деле, ведь если пока есть энергия, если пока есть силы, я чувствую, что с каждым годом уже устаю, может быть, и сама себя, ну как бы опять привожу в порядок, но на самом деле я думаю, что хорошо, чтобы молодые преподавали молодым и молодые, чтобы и молодые были художественными руководителями, потому что это такая кровь еще кипит, и что-то хочется искать новое, хочется поломать старые эти, ну это все, уже я поняла, это у нас в народе сидит или во мне, поломать все, что, да, ну сделать что-то, поломать все рамки, которые существуют, да, потому что именно это и поэтому и теряется содержание, и остается только форма. Я очень боюсь, что вот однажды я окажусь в капкане формы только, и потеряю содержание. Я каждый день себя, ну как говорит Чехов, я каждый день выдавливаю из себя раба, да, капелька в капельку. Вот каждый день я выдавливаю вот трусость, выдавливаю вот боязнь за провал, все, на все надо идти и с кипяченной кровью. А вот как уже пойму, что уже устала, вот я сама скажу, я больше не хочу быть ни художественным руководителем, ни мастером, ни преподавателем, все. Ну, Рене, ваш любимый жанр драматургический? Все жанры, жанры те, которые... Все жанры хороши. Да, и те хороши, которые я еще не пробовала, вот особенно вот так скажу, потому что вот последним он спектакль был документального жанра, а потом уже я поставила кабаре, а сейчас ищу что-то новое. Да, но люблю все жанры, и все люблю в театре, если это в точку. То есть если это сделано талантливо, и если это не придумано, а это сам драматург этого как бы хочет. У нас есть режиссеры, которые и Чехова, и Шекспира, и нашего армянского драматурга ставят одинаково. Они не слушают, что говорит драматург. То есть это тоже для меня очень важно. Важен материал, к которому ты подходишь. Материал сам диктует жанр, сам диктует актеров. Одним словом. Как часто берете за основу классиков драматургии? Вот сейчас ставлю две классики. Гиде Мупасан, Пышка, да, в театре, и армянский наш писатель Туманян, есть Лора Цисако, такое произведение, и две классики. Сейчас в театре ставлю вот эти две классики. Но до этого у нас вот уже четыре премьеры, и это четыре современных пьес, которые вот только были написаны, и полюбила трупа, и мы сразу поставили. То есть у нас уже четыре премьеры, и еще четыре впереди в этом году. Удивительно, восемь премьер за год. Как вы успеваете? Ну вот вчера мы были, вот говорили с руководством у вас в театре, и они тоже сказали, что в новом году у них будет восемь премьер, и я поняла, что это не я такое. Думаю, что это сам век диктует этот ритм. И еще у нас ведь маленький город, то есть это не Москва, это у нас тоже столица, но это маленькая столица. И немного, то есть надо все время делать новые спектакли, чтобы зритель каждый раз видел что-то новое, а не ставить и десять лет все время один и тот же спектакль, одному и тому же зрителю показывать. Как часто вы планируете выезжать с вашими спектаклями за пределы Армении? На самом деле я, как художественный руководитель, объявила, что для меня самое важное, чтобы мы были театром мира, а не то, что лучшим театром в Армении. У нас есть очень хорошие театры, но я хочу, чтобы не то, чтобы сказать, что мы лучший театр, а чтобы мы были в мировом театре, то есть мы опыт, то есть видели других, показывали себя, чтобы просто был всеобщий такой, ну ладно, уже не смогу перевести, с армянского. То есть объединение, передача опыта. Да, 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 вот именно тема нашего этого фестиваля, потому что всегда важно быть в центре театрального процесса, а просто не закрыться в болоте и как лягушка квакать и говорить, мы самые лучшие, это очень смешно для меня. Для меня очень важно, что мы сегодня во Владимире, что мы вот видели ваш спектакль, вот сегодня увидим другой, и вот так пойдет, это важнее. И наш диапазон раскрывается, кругозор, и хорошо, если мы тоже вам понравились, это тоже чудесно. Ну и напоследок, что общего между театральными традициями Армении и России? Я думаю, много общего, потому что мы, во-первых, были одной большой страной, и пока что все традиции общие у нас. И, конечно, у нас есть свой акцент, свой менталитет, но мы очень многие выросли на русской культуре, на русской литературе, и это сказывается на нашем творчестве. Ну, даже если с армянским акцентом, все равно Константин Сергеевич и все, кто создавали эту большую актерскую школу, на которую сейчас опирается почти, мне кажется, больше всего театральных деятелей во всем мире. Спасибо вам огромное, до новых встреч здесь, во Владимире, приезжайте, привозите спектакли, давайте объединяться, давайте дружить театрами. Хорошо, спасибо.